Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал «Доктор Скачко». И в этом видео вы узнаете 8 способов, как приготовить имбирный чай, чтобы вылечить дисбактериоз кишечника в домашних условиях. Я расскажу вам про 3 секретных ингредиента, которые резко повышают эффективность имбиря в борьбе с патогенной микрофлорой кишечника. А также вы узнаете один секрет диетолога, как улучшить состояние крови. Иными словами, одновременно улучшить и лечение вегетососудистой дистонии. В каком случае имбирный чай может быть вам противопоказан. Итак, что мне нужно для того, чтобы начать приготовление имбирного чая? Первый секретный ингредиент – это яблоко. Яблоко нужно правильно подготовить. А именно, нужно обязательно снять кожицу. Это очень большая опасность для тех, кто хочет вылечить дисбактериоз кишечника. Просто сама по себе кожура яблока, она когда блестит. Вы знаете, что на ее поверхности есть воск. Воск прекрасно растворяется желчью и может остаться в вашей печени. Если вы кушаете яблоки неправильно. Если вы завариваете имбирный чай с кожурой яблок, у вас жировой гепатоз будет даже без перенесенного гепатита. Либо приема медикаментов. Просто воск будет нарушать работу вашей печени. Я знаю, что это такое. Одна из опубликованных книг и брошюр. Что делать, если у вас есть печень и почки? Воск в вашей печени очень помешает. Поэтому кожура долой. Более того, если вы будете жевать яблоко, даже мягкая кожура может нарушить работу вашего желудка. Ссылку на видео я дам позже. Поэтому яблочную кожу всегда нужно удалять. А далее нужно яблоко правильно измельчить. Чтобы измельчить яблоко, я беру вот такую терочку. И на этой терочке измельчаю. На одну порцию примерно 2 чайных ложки. Или одно такое. Половина такого яблока среднего. Обязательно натереть на терочке. Яблочная кашица. Прекрасная среда для развития условно-патогенной. Или ее называют сапрофитной, или полезной микрофлорой в кишечнике. И когда я натер яблоко, беру ложку. И вот яблочная кашица готова. На! В полном объеме. Она для лечения дисбактериоза не подойдет. Я бы советовал немножечко отжать сок. Что-то получилось. И яблочная кашица, отжатая, пошла в чашку для приготовления. Яблочные кислоты прекрасно подавляют патогенную флору. Но! Они не главные в этом рецепте. Все-таки король здесь имбирь. Но! Нужен второй секретный ингредиент. А это чеснок. Он также идет на измельчение через эту же терочку. И попадает в рецепт вторым. Что вам даст чеснок? Расширение антибактериального действия на патогенную микрофлору кишечника. Один зубок на один раз. Но! Коррекция будет чуть позже. Я об этом расскажу. Чеснок тоже пошел в приготовление. Дальше, конечно же, король имбирь. Все-таки чай же имбирный. На ту же терочку измельчаю имбирь. Тоже примерно пол чайной ложки корневища. Корневища, вы заметили, очищенное предварительное. Перед этим еще и было мыто. Убрал кожицу и натираю чистый имбирь. Примерно чайная ложка корневища имбиря тоже попала в чашку. Что дальше? Терка мне пока не нужна. А дальше еще один секретный ингредиент. Это сахар. Сахар должен попасть в чашку. И теперь буду перемешивать. Для чего это все нужно? Пектин и яблок. Это шикарный сорбент. И от сорбент биологически активных веществ чеснока и имбиря. А для чего мне нужен сахар? А сахар нужен для того, чтобы лучше пустили сок. И впитала яблочная кашица. Яблочные пектины лучше впитали то, что будет далее завариваться. Ну вот примерно такая масса у меня получилась. Далее что? Конечно же в чай пойдет кипяток. Перемешать. Накрыл крышечкой. Ну и первый способ приготовить имбирь для лечения дисбактериоза перед вами я приготовил. Второй способ. Он готовится несколько по-иному. Иными словами, вы берете яблоки. Точно так же готовите их, как в этом случае. Добавляете сахар. Заметьте, не в конце. После имбиря и чеснока. А к яблокам добавляете, натертым сахар. Далее добавляете воду в количестве 300-400 мл. Ставите на медленный огонь. Добудете до кипения. И томите 15-20 минут. Можно томить несколько больше. Тогда воды придется добавить несколько больше. Цель основная. Пектин и яблок в сочетании с сахаром при термической обработке будут желироваться. И масса будет более-менее однородная, напоминающая кисель. После этого, когда яблоки вы яблочную кашицу поварили с сахаром, добавляете измельченный имбирь и чеснок. И выключаете огонь. И дальше настаивается, как и в этом случае, до остывания. Это второй способ приготовить имбирный чай для лечения дисбактериоза. Остальные шесть способов. Получается очень просто. Вы измельчаете имбирь и чеснок. В зависимости от давности процесса. Если у вас процесс относительно свежий, то лучше использовать вот эту грань терки. Здесь получается наиболее нежная, тонкая масса. И действие будет в основном в начальных отделах тонкого кишечника. Если у вас процесс задавненный, это терка. Например, если ему уже годы или десятилетия, вы измельчаете чеснок и имбирь более толстыми пластами. В этом случае они будут действовать. Их биологически активные вещества будут действовать на протяжении более длительного отрезка кишечника. Даже в толстом кишечнике сохранится воздействие на патогенную микрофлору. И вот таким способом, в зависимости от того, какой у вас дисбактериоз, насколько он запущен, можно, меняя степень измельчения имбиря и чеснока, воздействовать по-разному на состояние кишечника. И 8 способов приготовить имбирный чай для лечения дисбактериозом. Я вам рассказал. Какие фишки еще уже были в этом видео? Я сделаю на этом акцент. Яблоки. Для того, чтобы одновременно начать лечение ветососуистой дистонии, яблоки лучше выбирать зеленые. Они обладают более сильным окислительно-восстановительным потенциалом. Кто знаком с этой терминологией? И если измерить потенциал свежего сока из таких яблок, он будет милливольтов минус 200, может быть минус 150, учитывая условия хранения этих яблок. Это дополнительный бонус для того, чтобы снизить вязкость крови и улучшить кровообращение. Конечно же, основной бонус – это правильно приготовленный имбирный чай, благодаря которому будет подавляться патогенная микрофлора кишечника. И одновременно стимулируется пищеварительная система того человека, у которого есть дисбактериоз. В этом случае меньше продуктов брожения и гниения попадают в кровь и нарушают работу печени. В меньшей степени будет увеличиваться лязкость крови. И лучше будет работать вся сердечно-сосудистая система и индикатор мозга, насколько вы обеспечили правильное питание своего мозга. В этом случае имбирный чай будет более правильный, если используете яблоки зеленые. Но кожицу удалять надо. Кожица яблок, как бритва, работает по желудку и нарушает переварение пищи, начиная с желудка. И этот момент тоже нужно учитывать. В этом случае лечение дисбактериоза в домашних условиях у вас может закончиться просто после того, как вы правильно приготовили и будете правильно использовать имбирный чай. А правильное использование имбирного чая имеет два основных нюанса. Если вам нужно только влияние на патогенную флору кишечника, подавить ее активность, то вы имбирный чай, правильно приготовленный, выбранным для вас самостоятельным способом, вы пьете его после еды. Через полтора-два часа. В этом случае более активное воздействие на патогенную флору подавляется активность флора, и вы получаете результат. Если вам нужно одновременно улучшить работу пищеварительной системы, тогда точно так же приготовленный имбирный чай употребляется за 15-20 минут до еды. В первом случае 100-150 мл после еды. Во втором случае 3-5 глотков перед едой за 5-10, может быть 15 минут. Все зависит от состояния вашего желудка. И в этом случае вы получаете два бонуса. Подавляете активность микрофлоры в кишечнике и стимулируете работу пищеварительной системы. Но! Только в том случае, если вы знаете имбирные тесты. А именно, если у вас есть хронический гастрит, но вне обострения. Если хронический гастрит в состоянии обострения, имбирный чай и до, и после еды может провести обострение гастрита, и вы начинаете уже заниматься совершенно иными лечебными манипуляциями, вы уже от имбирного чая откажетесь. Если у вас, вы не знаете еще один имбирный тест, а именно состояние поджелудочной железы, имбирный чай может проверить и обострить хронический панкреатит. В этом случае, также имбирный чай противопоказан. Нужно применять совершенно иные средства и методы, менее агрессивные, более щадящие, чтобы и работу пищеварительной системы улучшать, и патогенную микрофлору в кишечнике подарить. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, можете поставить лайк. Все-таки 8 способов приготовить имбирный чай в одном видео вряд ли вы найдете где-то в интернете. А если вам какая-то информация оказалась не полностью понятной, задавайте вопросы в комментариях. По мере наличия свободного времени буду на них отвечать. И каждый следующий зритель этого видео получит еще больше полезной информации для своего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это Ютуб. А также Школа Доктора Скачко в Инстаграм. А также не забывайте про кулинарный канал Доктора Скачко. Там много видео, в которых я раскрываю разные особенности приготовления различных блюд и напитков. Для того, чтобы получать не только вкусные, ароматные, красивые блюда, либо напитки, но еще и полезные для здоровья. Не разрушать здоровье, не учитывая определенные нюансы, а укреплять его. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok